Спасибо большое за время. Как вы чувствуете после 2-го раунда ТКО победы? Я хочу поблагодарить моих спонсоров, экотехники и торгового дома БКС. Также хочу поблагодарить свою семью и всех, кто за меня болел и наблюдал. В принципе, после боя чувствую себя прекрасно. Получил минимальное количество ущерба, поэтому чувствую себя хорошо. Спасибо большое. Все хорошо. Но, перед тем, я бы хотел бы пожелать моего господина. Я дам его это победа. Я бы хотел бы поблагодарить мою спонсору, моему спонсору Михаил Лизовский, и моему семье. Спасибо за поддержку. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя прекрасно после боя. Я счастлива, что это закончилось вот так. Кирилл, там было много хайп перед Рук-Руком. Ты чувствовал, что ты был обманщик во время последнего раунда? Перед боем все говорили, что все не верили в вашу победу. Думаете ли вы, что все преувеличились в этом плане? Если честно, я в себя верил всегда. Все, кто меня знает, и я знаю свой уровень. Просто мой соперник, скажем так, более был, наверное, раскручен. Более у него известен широкому взору зрителей, скажем так. Только поэтому я думаю считалось, что я андердог. Но на самом деле я не считался андердогом. Я настраивался на жесткий бой. И я настраивался доминировать в нем, что и получилось. Я считаю, что я в принципе не до конца, но свой план выполнил. Слушай, я уверен. Откуда я быть уверен с помощью тебя, и чтобы я быть скрыв novamente. Я знаю, что мой соперник был очень виноват и очень известныйważин. But I expected Like a hard fight I expected this to happen And as you saw Everything went according to my plan And I happily won it We are now going to open the floor To the media Our first question will go to Nick Atkin of South China Morning Post Nick, please go ahead Hey Kirill Congratulations on the win Could you just talk us a little bit Through what happened at the end There in the fight Do you know Russian, sorry Russian, Russian Go ahead, man Go ahead, sorry Sorry, but yeah Could you just talk a little bit About what happened at the end Of the fight with Rogue Rogue He got hit And he seemed to think It was after the bell Do you think the shot was after the bell And what was going on there? Tell me a little bit about what happened In the second round Was there a hit after the bell After the bell After the bell Or what happened? What happened? How did you comment? What happened? The hit was during the game And then I came to the restaurant I never saw a video There was a video Of a second round And it was seen Видно, что мы одновременно наносили удар во время гонга, и он мне просто плохо попал, а я попал нормально. Но я думаю, после этого удара можно было бы еще провести третий раунд, но как есть, так есть. Я вернулся, даже после этого, я приехал в мою комнату и посмотрел, что произошло во время гонга. Но я увидел, что двое из нас ударили, я думаю, что это произошло. Но это произошло, и я не уверен, почему он не хочет продолжать идти на третий раунд. Но я думаю, что это произошло. Некоторые фанаты на социальных медиа считают, что RUG RUG фактирует это, и пытаясь выбрать ДК, или дисквалификацию. Что вы думаете об этом? Некоторые фанаты думают, что ваш соперник стимулировал, хотел дисквалификации. Что вы думаете об этом? Ну, честно, точно, я не знаю, я не мой соперник. Я думаю, что, ну, я бы, может быть, провел бы дальше третий раунд, но, как я сказал, что я не свой соперник, и его ощущения я не могу передать фанатам. Ему только уважение и больше ничего, как бы, ну, против него я ничего не имею. Я думаю, что если бы я был на него вместе, мне кажется, я бы провел третий раунд. Ну, я не могу ответить на это вопрос, потому что, я имею в виду, я не мой соперник. Но если бы я был в его положении, то я бы definitivamente продолжал и продолжал третий раунд. Я думаю, что это произошло. Некоторые фанаты думают, что вы попали ему в горло, и поэтому он не смог дышать, и поэтому перестал. Попали ли вы ему туда, в горло? Нет, я попал ему в крайнюю часть челюсти, вот сюда. Это точно не верно. Нет, Кирилл, я помню, что я его ударил на ряду, поэтому это не было в ряду. И, наконец, я хочу спросить, Кирилл, что ты хочешь дальше в этой дивизии? Есть ли какие-то названия, которые ты хочешь бороться? И кто ты думаешь, что ты должен бороться дальше? В принципе, дивизион неплохой, есть громкие имена, но мне без разницы. Кого предложат, у меня есть менеджер, у меня есть тренер, они решают эти вопросы. Мне говорят, я делаю все. Я прошу прощения, еще хотел бы попросить поблагодарить организацию вам чемпионшипа за объективное судейство. На самом деле, я считаю реально, что удар был сделан во время гонга. Ну, не после. Не после остановки судей, не после команды судей. Именно поблагодарить за объективное судейство. Спасибо. Спасибо. Я прошу прощения. Поехали. 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 Это была греко-римская борьба, поэтому ничего нового в борьбе он не мог показать, и ничем удивлен меня не был. Что думаете, по поводу боя между Рейнером и Онглой, который произошел после вас? Потому что профессиональный спорт, ММА, и любое единоборство – это очень сложно. Поэтому только респект и результат, как сложился. В общем, все борьбы сделали очень хорошо. Но я бы сказал, что каждый борьб в целый усилий. И как вы видели борьбы, как он закончился, он должен закончиться так же. Так что, я бы сказал, респект к всем. Боих, я имею в виду. Я не знаю, что вы видели, что Рейнер захотел драться в тяжеловесе. Что думаете по поводу этого, об этом вызове? Выбор каждого человека. Это выбор каждого человека, я думаю. Спасибо. 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 Леон. Our next question will go to Jay Anderson of Cage Side Press. Спасибо. И благодарю за победу. Только один из меня, в этом случае. Это было поговорено немного позже. Есть какая-то контраверсия в конце концов. И я думаю, что это очевидно, что это был чистый пункт. Но вы боитесь, что эта контраверсия будет избавиться от этого победы? Поздравляю вас, во-первых, с боем. И вопрос такой, что есть... Вы думаете ли, что обсуждение о том, что удар был после гонга, ну как сказать, будет более такой вирусный, что ли, что повлияет на справедливость в этом бою? Что это просто как-то будет с большим хайпом? Не знаю. Я думаю, все все видели. Все могут еще тысячу раз посмотреть повтор и убедиться, что никаких нарушений там не было. Но каждый человек – это отдельная личность. И каждый будет по-разному. На меня это лично никак не будет влиять. Я знаю, что я доминировал, и я был лучше. Поэтому все хорошо. Я не могу сказать, что на всех. Для меня, на самом деле, я видел эту борьбу. И для меня, я очень уверен, что я ударил перед бетой. И у нас есть 1,000 людей, и у нас есть 1,000 opinions. Так что, в моих мнениях, мы видим это, и мы видим это, и мы видим это. Так что, я думаю, это что это. Так что, я думаю, что это будет. Я думаю, что это будет. Я думаю, что это будет. Спасибо за это. Спасибо за это. Поздравляю с боем еще раз. Как вы знаете, сейчас в период пандемии, сложное время. Как вы думаете о следующем бою, насколько вы собираетесь быть активным в этом году? Как можно активнее собираюсь быть. В принципе, как будут предложения, будут бои, я всегда готов драться. Только это согласуется с моим тренером, с моим менеджером. И мы уже решаем, сколько нам понадобится времени на подготовку. Единственный вопрос по времени, когда я буду драться. Ну, так активно, как я могу быть, так долго, как у меня есть офисы, так долго, как у меня есть борьбы, я очень счастлив, что я пойду в борьбу. Но, конечно же, я должен общаться с моими менеджерами, а также с моими менеджерами. Поэтому, если у меня есть время для меня, я буду готовить. Спасибо. Our next one will be from Ivan Stewart, из Дуг-Out Philippines. Спасибо, Джанни. Какой-то, Кирилл. Вы просто gave Omar his first loss in his MMA career, но он still got to fight 3 weeks ago. Так что вы думаете, что стамена стала фактором в этом бою? Поздравляю вас еще раз с боем. Это первое поражение вашего соперника. Я так понял вопрос, что он дрался 3 недели назад. Как вы думаете, повлияло ли это, наверное, на поражение его? Я думаю, примерно у нас одинаковая форма была, потому что также 3 недели назад я приезжал в Сингапур и должен был драться здесь с другим соперником. Но у него, как нам сказали, был коронавирус. Был положительный тест на коронавирус. И мы здесь провели все время, получается, и только после боя нам сказали, что будет бой 29-го числа, что мы полетели опять домой, опять дома поддерживали форму и опять же прилетели сюда. То есть у нас условия были абсолютно одинаковые с ним. У него был тоже бой в эти сроки, 8-го числа, по-моему. Я думаю, что, в моем мнении, мы были похожими. Я также прилетел 3 недели назад, и я готовился к борьбе, но мой соперник, что, по-моему, получил COVID-19 позитивный, и я прилетел обратно в моем стране. И я прилетел в конце месяца, поэтому я прилетел обратно. И в связи с тем, что мы были похожими. И я думаю, что это очень похожее. Хорошо. Таким образом, с этой победой, вы думаете, что вы сейчас премьете для шутка на Брэндон Беррэл? И если нет, то что вы будете работать на то, чтобы вы получили? После этого боя, если у вас не будет боя за титул, какой бой вы бы хотели и ожидали? На любой. Это не важно. Все равно. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Джани. Спасибо, Иван. У нас еще один вопрос. Это будет у Конан Дэли. Конан, у вас есть вопрос. Кирилл, у вас уже 4-0. Что для вас сложнее? Больше драться, либо оставаться непобежденным? Я не знаю, как-то не задумался. Я просто только начал этим заниматься. Мне это очень нравится. И, конечно, я хочу быть непобедимым. Посмотрим, как дальше будет. Я буду приложивать все усилия, буду тренироваться, поднимать свой уровень и становиться только лучше. И надеюсь, что моя победная серия протянется очень долго. Продолжение следует. А, ну, что я ещё уверена? Ну, что русская графа подigentuda, Ag questa и хочу обра показать? Распред items быстрее обращению. это возможно, поскольку я могу поддержать себя по од regimes и одинirse. Астаник? Если вы угромендовала братьте свои успехи, предыдущегоEST, Как вы описали его оборудование? Извините, пожалуйста, вы можете спросить? После оборудования Рогрюб или Омар, как вы описали его оборудование? Как вы оборудовали два раунда? Как вы описали хуже вашего соперника? Физически одаренный человек, но ему еще очень много работать над ударной техникой, по крайней мере. В борьбе, да, в борьбе он может где-то более-менее контролировать, но я думаю, все это видят, все понимают ударная техника. Физически, он очень сильный. Я бы сказал, что он очень хорошо в борьбе. Но все смотрят, что его страница очень сильная. И я бы рекомендую его улучшить. В этот момент будет выявлено оборудование на уровне. В один из Чемпионсчика, они иначе в каждой разы, чем в ЛЬТ, и в Компионсчиках, Он поигрывает учителим в ЛИТ, и альт, и в ЛНСМ, В ЛНСМ и выявлено, то как вы видите, Вы себе оборудование РИТ, и только в ЛТОus минуту с выявлено компетентом. В ЛНСМ на точку. Как вы заметили, в тяжелом весе очень много бойцов на данный момент, и вы уже сказали, что ваши менеджеры и ваши промоутеры решают о следующем ваших боях. Как вы думаете, с вашей точки зрения, вы бы спустились на один дивизион ниже легкий тяжеловес и подрались бы в СОНГЛА, например? Да нет, у меня рабочий вес 116-115 кг для меня, скажем так, я никогда не гонял, и для меня это тяжело, наверное, будет, поэтому нет, я остаюсь, хочу остаться здесь и как бы здесь достичь всех своих высот и результатов. Нет, чтобы сказать, нет, потому что я всегда был в весе 115-116 кг, и я никогда не в целом в жизни не был в весе, поэтому я думаю, что это тяжело для меня, и я очень комфортно в этой весе, и я хочу успокоиться в этом весе, и я хочу успокоиться в этом весе. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Вопрос в том, что вы уже сообщили, что у вас в основном промоутер и менеджер решает о вашем следующем бою. И есть боец Джастин Доуси, который недавно тоже уже в вашем дивизионе, вы бы хотели с ним подраться? Честно, я, наверное, не видел его, ну, не видел его бои и не знаю, кто это. Если нас сведут и, там, мой тренер-менеджер там с организацией договорятся, то, в принципе, я готов ко всем. Честно говоря, я не знаю его, и я никогда не слышал о его. Но, опять-таки, если One Championship offers этот бой, и мой менеджер и промоутер, я думаю, мы можем с ним. Нет проблем. И Джастин, я просто curious, как он чувствует, как он чувствует о своем бандере, если это был самый квинтсенциальный бандер. И последний вопрос. Что думаете о своем дебюте? Какой интересный дебют у вас оказался? Ну, я считаю, что бой в целом неплохой бой у меня был. Ну, конечно, как он закончился, мне не совсем понравилось, я хотел финишировать его. Но я считаю, что я был более доминирующим и показал хороший бой. Я считаю, что это было очень хорошо. Я считаю, что я показал мой доминирующий, и мои страницы, конечно. Конечно, это не так, как я планировал, или как я хотел. Но я делал мой best. И в первые два раунда, вы все видели, как доминирую я. Поздравляю! Спасибо огромное! Спасибо! 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 Спасибо!